Есть такие домашние животные, которым мало быть главными в доме. У них иной характер, они любят находиться в центре внимания. И главное, получат от этого удовольствие о пушистых артистах в следующем сюжете. Рамзес, он же египетская сила, он же актер театродрамы. Пес породы Джек Рассел Терьер играет в спектаклях с трех месяцев. За отличную работу режиссер выделил четвероногой звезде место в гримёрке и назначил завидный гонорар – игрушки да косточки. Рамзес на достигнутом останавливаться не стал, он увлёкся музыкой. Под звуки губной гармошки выводит замысловатые композиции. Такие таланты привлекли толпу поклонников. Число подписчиков интернет-страницы Рамзеса достигло трёх тысяч. Одна из фанаток, американская художница, даже нарисовала портрет кумира. А недавно пёс выпустил свою линию одежды. Рамзес вырос и перестал так активно, как сказать, с другими собаками общаться. И Муиро было более со мной интересно. Также ему очень интересно общаться со своими породными. И он поэтому во дворе перестал общаться с другими собаками. И да, и хозяева до сих пор ходят и говорят, ну Рамзес зазвездился, зазвездился. А вот ещё один любимчик публики – Цезарь. Десятилетний пёс подрабатывает фотомоделью. Покоряет хабаровчан своей добротой. Любит обниматься и здороваться за руку. Точнее, за лапу. И всё это Цезарь делает с выгодой. Но не только для себя. Пёс живёт в приюте для бездомных собак и кошек. Выступает на городских благотворительных ярмарках. Максимум которой удалось получить за одну фотосессию – 20 тысяч рублей. А пару лет назад, когда его впервые увидели обитатели прибежища, на артиста он совершенно не был похож. Истощённый, с шишкой с огромной, весь в шрамах. Видимо, на каких-то боях, что ли, участвовался. Потому что шрамы были такие застарелые. Прямо, ну, какое-то время, около года где-то, никого к себе не подпускал. Сидел отдельно. Ни людей, ни собак он не переносил. А сейчас вот собака-обнимак. В основе успеха каждого из этих четвероногих звёзд – упорные тренировки. Как утверждают хозяева, в дрессировке главное – найти общий язык со своим питомцем. Специалисты только подтверждают эти слова. То есть просто вы берёте лакомство, даёте собачке, например, его понюхать. Потом лакомство прячете, собачка на вас посмотрит. После этого лакомство её даёте. То есть просто за взгляд. То, что она начинает за вами следить. Это уже достижение, это вот и называется налаживание контакта. То есть собака уже начинает думать. Так, что-то хозяин от меня хочет. Но не стоит забывать и о характере вашего домашнего любимца. Если он хочет быть в центре внимания, помогите ему. И так, шаг за шагом, вы вместе добьётесь успеха. Ирина Фостовец, Наталья Миронова, Илья Кузнецов. Для программы «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова